Святыня Владычнево-Женского монастыря города Серпухово, икона Божьей Матери и Неупиваемая Чаша, сейчас прибывает в Саратове. Чтимый чудотворный образ находится в Свято-Алексиевском монастыре. Почему даже в будни поклониться святыне в обитель приходит так много горожан, узнавали наши коллеги. В Свято-Алексиевском монастыре сегодня собрались прихожане из многих храмов Саратова. В обитель доставлен образ Божьей Матери и Неупиваемая Чаша из Серпуховского Владычнево-Женского монастыря. О чем просит, о близких людях, которые злоупотребляют спиртным? О вразумлении пьющих родственников, чтобы они пришли к спасению тоже, чтобы мать молилась об нас, молилась, вразумляла нас. Почему сегодня люди обращаются к Божией Матери именно с такими просьбами? Эта икона была явлена в конце 19 века и прославилась чудом исцеления, одержимого страстью пьянства. Не случайно особое почитание этой иконы вновь возникло в России в конце 20 века. Точной статистики о распространении алкогольной зависимости в нашей стране нет. Но сегодня в России практически нет семьи, которая была бы незнакома с этой проблемой. Сергея привела сегодня в монастырь мать. Мужчине 37 лет, 25 из которых он пьет. Да, все, и кондировался, все, и не помогает. Вот решил сюда попасть. По словам медиков, есть несколько этапов возникновения зависимости от алкоголя. Сначала у пьющего возникает психологическая зависимость, потом в организме перестраиваются биохимические процессы. Но церковь говорит о том, что первичны духовные причины. Здесь сложно давать какую-то первую причину. Наверное, я это не смогу сделать. Но личный опыт пастырская, гордость, что человека не признан, человека никто не понимает. Кто-то ломается от жизненных ситуаций трудных, кто-то уходит от реальности. Протоиерей Сергий Кляев до принятия священного сана работал врачом. И сейчас советует не игнорировать медицинскую помощь. Необходимо очищение организма, поддерживающая терапия. Можно обратиться к психологу. Но главное, все же просить помощи у Бога. Это страсть, которая владевает человеком. Как любую страсть, ее можно принять только с Божьей помощью. То есть это правильная духовная жизнь, это молитва, это пост, это исповедь и это причастие. То есть исцеляет Господь по желанию человека. Человек волей изъявляет, хочет исцелиться, прилагает усилия, и Господь его исцеляет. Иконография этого образа символична. Богомладенец Христос написан стоящим в чаши причащения. А Матерь Божия молится за всех грешников. Она возвещает, что неупиваемая чаша небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся. Мне жаль бывает, когда люди, приходя в храм, не участвуют в таинствах церкви и в исповеди, и в причастии. Они приходят, надеясь получить помощь, прикладываются к оконе, ставят свечи, молятся, как могут, обращаются. Но очень непросто бывает, чтобы они услышали, что церковь, и это действительно неиссякаемый источник. По словам насельницы Владычного монастыря, послушницы Ольги, случаев, когда страждущие получали помощь от Божьей Матери, и сегодня немало. У нас был такой случай в Казахстане, когда мы были с чудотворной иконой там. Пришел мужчина в храм и попросил позвонить его маме. Он такой был растерянный очень. Когда его спросили, что случилось, он сказал, я не знаю, как я здесь оказался. Он пришел под выпившим состоянием, позвонили его матери, она приехала радостная. Оказывается, как она потом рассказала, в это время она молилась в другом храме Матери Божией, чтобы она привела к себе ее сына. И вот Матерь Божия сама привела ее сына к своей иконе чудотворной. Он приложился, поклонился этой иконе. В Свято-Алексеевский монастырь этот образ Божией Матери доставляют уже второй раз по просьбе горожан. Здесь святыня пробудет до 2 апреля. Затем она будет находиться на подворье Свято-Алексеевского женского монастыря в Вольске. А 6 апреля святыню доставят Свято-Иоанновский монастырь поселка Алексеевка Хвалынского района. Спасибо. Спасибо.